Фиговые листья или одежда Агнца То вышла одна женщина и мы сразу же поняли, что это наша сестра Отделение Причиной, по которой мы сразу же поняли, что эта женщина является членом нашей церкви Было то, что она заметным образом отличалась от всех других женщин в том заведении Бог ясно указал, что он будет иметь народ особенный Отделенный от всех других народов на земле И потому выйдите из среды и отделитесь, говорит Господь И не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями, говорит Господь Вседержитель Когда Бог говорит, что его народ должен выйти из мира Что его народ должен выйти из Вавилона Он ожидает, что мы выйдем полностью, а не частично Только тогда, когда мы решаем полностью отделиться от всего, что он называет мерзостью Мы в действительности становимся сыновьями и дочерьми Вседержителя Мы осознаем, что являемся его собственностью Потому что Иисус пришел в этот мир и оплатил наше искупление Однако мы вступаем в эти особенные взаимоотношения Как сыновья и дочери только в том случае Если мы добровольно принимаем жертву Иисуса И полностью предаем себя Ему Если кто хочет идти за Мною Отвергни себя и возьми крест свой И следуй за Мною От последователей Христа требуется, чтобы они вышли из мира Отделились от Него и не прикасались к нечистому И только тогда, согласно обетованию Они станут сынами и черями Всевышнего Членами Его царской семьи Но если со своей стороны Они не выполнят этих условий То не испытают на себе исполнение этого обетования Внешне исповедание христианства для Бога ничто Но истинное, смиренное и доброохотное послушание Его требованием Характеризует всех усыновленных им детей Всех преемников Его благодати И участников Его великого спасения Только таковые будут иметь возможность Называться особенным народом И зрелищем для мира Для ангелов И для людей Их особенный святой характер Будет виден всем И именно Он будет отделять их от мира От Его похоти и пристрастий Практикуя учение Бог так сильно любит свой народ Что желает провести вечность с ним И увидел Я новое небо И новую землю Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали И моря уже нет И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим Новый, сходящий от Бога с неба Приготовленный, как невеста Украшенная для мужа своего И услышал я громкий голос с неба, говорящий Сет скиния Бога с человеками И он будет обидать с ними И они будут его народом И сам Бог будет с ними И будет их Богом Можете ли вы себе представить Что великий Бог Вселенной Желает иметь скинию со своим народом И жить с ним в течение бесконечных веков Здесь говорится не только о будущей жизни О которой мы говорим Исключительно в теологических кругах Бог желает начать жизнь с нами здесь И прямо сейчас, сегодня Прибудьте во мне и я в вас Как вет не может приносить плода Сама собою, если не будет на лозе Так и вы, если не будете во мне Именно посредством Святого Духа Эта постоянная жизнь и осуществляется в нас Тот, кто постиг истинную суть Христа И принял его в свое сердце Имеет жизнь вечную Христос обитает нас посредством Духа Божия Которого мы принимаем в сердце верою Это и есть начало жизни вечной Смотря в будущее Когда Святой Дух будет излит на народ Божий В полноте позднего дождя Нам следует многому научиться Из опыта ранней христианской церкви Что сделало их способными Принять полноту силы Святого Духа в то время Почему эти относительно неизвестные люди Которые, несмотря на все намерения и цели Не могли привлечь многих последователей в свою новую религию И все же они потрясли мир Первые христиане были воистину особенным народом Их безукоризненное поведение и непоколебимая вера Были постоянным упреком, нарушающим покои грешников Будучи малочисленными, бедными Не имея положений или почетных титулов Они тем не менее внушали страх нечестивым людям Благородством своего характера и величием учения Не только их новое учение вызывало интерес Такое поразительное соединение учения и характера Всколыхнуло всю Римскую империю А также каждую культуру или религию Встречавшуюся с этим уникальным народом Мир мог допустить еще одну идею или учение Однако именно это учение имело силу изменить характер И это делало его таким сильным Во времена Христа одно из величайших человеческих заплуждений Состояло в том, что простое согласие с истиной и есть праведность Однако опыт подсказывает, что теоретические познания истины Недостаточно для спасения души Это познание не ведет к праведности Ревностное отношение к тому, что называется богословской истиной Часто сопровождается ненавистью к истине, воплощенной в жизнь Именно эту истину в действительности испытали ранние христиане Мы, как адвентисты, часто говорим о грядущем воскресном декрете И о том, когда он будет издан в этом мире На самом деле он не будет издан, пока не появится народ Который действительно практикует истину в своей жизни До такой степени, что будет жить жизнью Иисуса ежедневно Настоящими христианами являются те, которые подобны Христу Итак, мы должны задавать себе вопрос И являемся ли мы в действительности христианами Или мы таковые только по исповеданию Невозможно служить одновременно и миру, и Христу Никто не может служить двум господам Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить Или одному станет усердствовать, а другому не родить Не можете служить и Богу, и мамоне Когда мы говорим об отделении от мира Нам необходимо понимать, что в это понятие в первую очередь Входят три основных вопроса Посему говорю вам Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить Не для тела вашего во что одеться Душа не больше ли пищи и тела одежды Оно охватывает то, что мы едим То, что мы пьем и как мы одеваемся Поэтому, говоря о реформе одежды Дух Господен дает нам отрезвляющее определение Как только мода изменится Ни о каких удобствах никто больше не вспомнит Долг каждого человека Божьего Спросить себя, чем я отличаюсь от мира Пусть лучше мы потерпим немного неудобств Но сохраним себя в безопасности Какой крест несут дети Божьи? Они подражают миру Перенимают его дух, одежду, разговоры И ведут себя как люди мира Значит ли это, что им не важно, что есть или как одеваться? Взгляните на птиц небесных Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы И Отец наш небесный питает их Вы не гораздо ли лучше их? Совершенно очевидно Птицы заботятся о том, какую пищу употреблять Однако они не поглощены этими вещами Точно так же внимание народа Божьего Не будет поглощено сугубо их едой и одеждой Они всегда будут все это делать для чести и славы Божьей Но никогда не будут столь поглощены этими вещами Чтобы забыть о своем духовном опыте с Господом Как о парадистепенной цели в жизни Первая одежда Какую бы тему мы ни изучали Нам всегда нужно сравнивать современные идеи и обычаи С первоначальным Божьим планом для его народа Так говорит Господь Остановитесь на путях ваших И рассмотрите и расспросите о путях древних Где путь добрый и идите по нему И найдете покой душам вашим Сам Иисус, будучи на земле, должен был вносить много исправлений На основании первоначального плана Он говорил, но от начала не было так Когда Бог создал наших прародителей Они сильно отличались от всего другого творения Все небо радостно и глубоко интересовалось творением мира и человека Люди были новым и особенным творением Они в действительности были созданы по образу Божьему И сотворил Бог человека по образу своему По образу Божию сотворил его Мужчину и женщину сотворил их Поскольку человечество было создано по образу Божьему Думали ли мы когда-либо о том, какую одежду носит Бог? Носит ли он что-либо? Благослови душа моя Господа Господи Божий мой Ты дивно велик Ты облечен славою и величием Ты одеваешься светом, как ризою Простираешь небеса, как шатер Да, Бог облечен честью, величием и светом Таким образом, мы можем предположить Что наши прародители, пребывая в саду Были облечены в честь, величие и свет Поскольку они были созданы по образу Божьему Изображение Адама и Евы Обнаженными в саду Эдемском Это чисто мирское изображение Ввиду того, как мы понимаем наготу сегодня Это правда, что в некотором смысле Они были нагями, без одежды И были оба наги Адам и жена его и не стыдились Однако их наготу Необходимо отличать от состояния В котором они оказались после того, когда согрешили И открылись глаза у них обоих И узнали они, что наги И шили смоковные листья И сделали себе опоясание Как только они согрешили То поняли, что нечто утратили И попытались заменить то, что утратили Сшив фиговые листья Бог наставил наших прародителей Относительно дерева познания И они были полностью проинформированы О падении сатаны И об опасности прислушиваться к его предложениям Он не лишил их силы вкусить запретный плод Он оставил их свободными моральными существами Которые могут поверить его слову Повиноваться его заповедям И жить Или поверить искусителю Не повиноваться и погибнуть Они оба вкусили И великая мудрость, полученная ими Состояла в познании греха и чувства вины А деяние света вокруг них вскоре исчезло И чувствуя вину Утратив божественное покрывало Их охватила дрожь И они попытались прикрыть свои нагие тела Почему они сделали себе эти опоясания Из фиговых листьев Они регулярно встречались со своим создателем И так как они знали, что им необходимо Явиться перед его лицом То знали, что необходимо одеться Они не могли полностью одеться Как они были облачены одеждой света Поэтому одели то, что нашли Интересно заметить, что чем больше люди Впадают в грех Тем сильнее проявляется их желание Явиться пред его лицо обнаженными Или как минимум Нося на себе все меньше и меньше одежды Поэтому много лет тому назад Когда люди шли в дом молитвы То следили за тем, чтобы быть подходяще одетыми Теперь мы видим облегающую одежду Или смущающие глубокие вырезы на блузах Значительно обнажающие грудь С короткими рукавами Или вообще без них А также шорты Или короткие платья в церкви Ясно свидетельствующие о том Что мы становимся нечувствительными Ко греху И приходим пред лицо Божье В своих опоясаниях Из фиговых листьев И все же благоговение святых ангелов Которые никогда не грешили Поразительно Как они покрывают себя Когда приходят к великому Богу В его святой храм В год смерти царя Озии Видел я Господа Сидящего на престоле Высоком и превознесенном И края риз его наполняли весь храм Вокруг него стояли серафимы У каждого из них по шести крыл Двумя закрывали каждое лицо свое И двумя закрывали ноги свои И двумя летали Говорят, что лучше человеку приходить Пред лицо Божье В своей недостаточно покрывающей Тело одежде Из фиговых листьев Чем вообще не приходить Бог желает, чтобы мы приходили К нему такими, какие и есть Грешниками Потому что он имеет целительное средство От нашего жалкого и мерзкого Состояния грешников План искупления Адам и Ева явились перед Богом Не только внешне одетыми В неподходящую для Божьего присутствия одежду Но и в их внутреннее состояние Было подобно описанному Исаии Состоянию мнимого народа Божьего в то время От подошвы ноги до темени и головы Нет у него здорового места Язвы, пятна, гноящиеся раны Неочищенные и необвязанные И не смягченные елеем Что же Христос сделал с этими грешниками Которых он так возлюбил Что готов был променять свою жизнь на их жизнь Объяснив план искупления Адаму и его жене Объяснив жертву, которую необходимо было совершить Для спасения человека от такой деградации Господь сделал одежды кожаные и одел их Он практически иллюстрирует свою жертву ради грешника А затем он внедряет ее в их память Поменяв их одежды из фиговых листьев На одежды кожаные Что соответственно представляет план искупления Из-за принесенного в жертву животного ради их благо Каждый день, одевая эту специально Для них приготовленную Богом одежду Они вспоминали о том, что приняли Христа как свою праведность Таким образом перемена одежды в действительности влияет на характер Наверное, ни один вопрос из всех когда-либо поднимающихся среди нас Не способствовал такому развитию характера, как реформа одежды По этой причине, если мы видим, что человек одевается неправильно О чем это нам говорит? Я видела, что по внешности человека можно определить, кому принадлежит его сердце Если такие люди не очистятся от своего растления Они никогда не увидят Бога Только чистые сердцем Бога узрят Приняли ли мы Иисуса как своего личного спасителя? Если да, тогда будет соответствующая перемена и в нашем внешнем облике Верно то, что человек может изменить внешность Не изменив при этом внутренность Однако не может быть внутренней перемены без проявления ее снаружи Вспоминая наших прародителей, примечателен тот факт, что каждый раз, когда изменялась их духовность Менялся и их внешний вид Вначале они были обличены в одежды света Как только они согрешили, автоматически произошла перемена их внешнего вида Свет исчез Если мы живем христианской жизнью, а затем теряем нашу связь с Господом Один из первых признаков – это то, как мы одеваемся На протяжении многих лет я видел, с чего начинается путь отступничества многих членов церкви Первое, что меняется – это их одежда Когда Адам и Ева вспомнили, что им необходимо встретиться с Богом в назначенное время То осознали свою наготу, устыдились и попытались сделать все возможное, чтобы прикрыть свои обнаженные тела В лучшем случае это была самоправедность, когда они попытались явиться перед Богом, как будто ничего не произошло Но Бога невозможно обмануть Он слишком сильно любил их, чтобы оставить в таком положении, в котором они тогда находились После того, как они поняли план, состоящий в том, что Божество должно было спасти человечество И лично приняли его, сразу же произошла перемена в их одежде Бог не оставил их в их фиговых листьях и не изменил их какую-то одежду в стиле пещерного человека Он сделал им одежды кожаные Он полностью одел их в одежды, символизирующие план искупления Точно так же, когда человек, наконец, принимает Христа как своего личного спасителя Сразу же видна перемена в том, как он одевается Вместо фиговых листьев люди носят одежду, о чем будет говориться и в следующей статье Как Адам и Ева, смотря на свою новую одежду, вспоминали, что Христос умер, чтобы они могли жить Так и мы, когда применим Иисуса как своего личного спасителя, изменим свою одежду Когда мы пересматриваем принципы реформы одежды, данные народу Божию в эти последние дни И даже видим крест, временами присоединенный к ним Мы вспоминаем план искупления для грешников И то, что Христос является нашей праведностью К реформе одежды одни относятся с полным равнодушием, а другие с презрением Потому что в этой реформе есть крест За этот крест я благодарна Богу Это как раз то, что нам нужно, чтобы отличать народ Божий, соблюдающий заповеди от мира Опознавательный знак Я видела, что топор надо приложить к корням Нельзя допустить, чтобы такая гордыня проникла в церковь Она является тем, что отделяет Бога от его народа, что устраняет ковчег от нас Израиль проявляет полное бесчувствие к гордыне, стремлению к моде и духу мира, проникшему в его среду Народ Божий каждый месяц все дальше движется в сторону гордыни, эгоизма, алчности и любви к миру Когда на сердца людей воздействует истина, они должны умереть для мира и отложить в сторону кружева и воротнички Если они умерли для мира, то смех, глумление и презрение неверующих не должны трогать их Они будут чувствовать непреодолимое желание отделить себя от мира и уподобиться своему Господу Они не будут следовать гордыне, моде и обычаям мира Благородная цель всегда должна стоять перед ними Славить Бога и приобретать его бессмертное наследие Эта перспектива затмит все земное Бог желает иметь народ, отделенный от мира и отличающийся от него И как только у кого-то появляется желание следовать мирской моде Но этот брат или сестра не подавляет его Бог в тот же момент перестает признавать таких людей своими детьми Бог дал Израилю принципы реформы одежды Не только как напоминание о жертве Христа ради человечества Но также с целью распознавания его как своего народа В книге числам Бог дал простое указание Вставлять голубые нити или голубую ленту в их одежду Чтобы определять кто является его народом Здесь Господь дал очень простое указание сынам Израильям относительно одежды Чтобы отличаться от окружающих их и дал поклонников Когда они смотрели на свою особенную одежду То должны были вспоминать, что они Божий народ, соблюдающий заповеди И что Он сотворил великие чудеса, чтобы вывести их из египетского рабства И сделать их своим святым народом, который будет служить Ему Они не должны были исполнять свои желания и похоти И подражать окрестным народам, которые поклонялись идолам Но они обязаны были оставаться особенным отделенным народом, служащим Богу Чтобы все видящие их могли сказать Это те, которых Бог вывел из земли египетской И которые соблюдают закон десяти заповедей Израильтян легко можно было узнать по внешнему виду Потому что Бог предусмотрел простые детали в их одежде Отличающие их, как его народ Божье установление, согласно которому сыны Израилевы Обязаны были вдевать голубую ленту в свою одежду Не должно было быть непосредственным образом влиять на их здоровье Зависящее от Божьих благословений и от послушания Эта лента помогала им не забывать о возвышенных притязаниях Еговы Не смешиваться с другими народами И не участвовать в их хмельных пиршествах Воздерживаться от свиного мяса и других продуктов, вредных для здоровья Сегодня Бог хотел бы, чтобы его народ принял реформу одежды Не только для того, чтобы выделить их из толпы, как свой особенный народ Но и потому, что реформа в одежде важна для здоровья ума и тела Народ Божий в значительной степени утратил свое своеобразие Стал все больше и больше подражать миру И смешиваться с мирянами, в результате чего начал во многом походить на них Это неприятно Богу Он велит им, как велел в древности сынам Израилевым Выйти из мира, оставить идолослужение и не следовать за сердцем своим Ибо сердца их не освящены Или за глазами своими, которые влекут их к тому, чтобы удалиться от Бога и соединиться с миром Перечитывая эти цитаты из Библии и Духа Пророчества, мы видим, что наш Бог действительно любит нас И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее Бог есть любовь, и пребывающие в любви пребывают в Боге, и Бог в нем Он дает нам принципы реформы одежды, исходя из своей истинной любви Для нашего блага мы следуем этим принципам для физического, умственного и духовного здоровья и благосостояния Это не только приносит лично нам пользу, но и определяет нас, как его особенный народ в этом мире Каждый раз, когда мы чувствуем, что это крест, одеваться по образу, предписанному Богом через вдохновенные труды То должны вспоминать, что такая одежда символизирует жертву Иисуса за погибающий мир Самый важный вопрос для вас сегодня Увидели ли вы себя грешником, нуждающимся в Спасителе? Признали ли вы Иисуса как жертву за ваши грехи? Приняли ли вы Его как своего личного Искупителя? Если нет, то сейчас время для того, чтобы решить, принять Его от всего сердца И с радостью принять одежды кожаные, как символ такого принятия Аминь